Энергия океанической воды Аквалор с новой поворотной насадкой Дуа. Режим душ для увлажнения и защиты от вирусов. Поверните насадку для смены типа распыления. Режим струя помогает лечению сильного насморка. Аквалор, дышите энергией океана. Ну что, печем блины, но не простые, а золотые. Румяные, круглые, как солнышко. А еще не обычные, а сырные. Да с зеленым укропом. Берите рецепт на заметку, это очень вкусно. Во-первых, сдаю все секреты приготовления лучших блинчиков. Во-вторых, добавляем в тесто сыр и получаем супер хит на масленицу. Да, это вам не просто блинчики вот эти вот тоненькие, идеальные. Чем тоньше, тем лучше. Вот это быстро на сковородочке. Тут чуть-чуть по-другому. Блинчики более плотные, более такие тяжелые, более жирненькие. Но очень вкусные. Делаем тесто. Делюсь первым секретом. Для правильного блинного теста возьмите теплое молоко. Оно должно быть комнатной температуры или тепленькое, чтобы у вас тесто правильно замешалось. Все, чуть-чуть подогрели молочко. Буквально чуть-чуть, слегка, чтобы было тепленькое. Затем два яйца туда отправляем. Опа. Слушайте, вот эти блинчики классные, они такие масляные. Когда их ешь, вкус сыра ощущаешь. Щепотка соли. Обязательно. Немножко сахарного песка. Опа. Сначала перемешивайте венчиком. Сахар нужен для карамелизации. Это еще один мой секрет. Масленицы классно. Очень люблю масленицы. Я помню в детстве, когда масленицы у нас на центральной площади доставляли палаточки. И везде жарили блинчики. Там такие. В другой палаточке другие блинчики, сяки. Устраивали такое соревнование городское. Северодинск город. Там мороз был всегда в это время еще. Обливали столб водой. Вешали там какой-то сапог, там еще что-то. И можно было выиграть серьезный приз. Нужно было залезть на этот столб и сорвать этот сапог. Я вот так подходил к этому столбу пару раз. Все подходили. Взрослые дети к этому столбу пытались. Невозможно. Просто подходил маленький к этому столбу. Раз, раз, раз. Он меня вниз. Я даже не на сантиметрик не поднимался. Кто-то залезал ведь. И ходишь блинчики ешь. Сначала там съешь, потом там. Потом к Ваське пойдешь. У нее мама блинов напекла. Да куда не зайдешь, везде блины и дома блины. Классно было. Да и нам сейчас будет так же классно. Что мешает устроить масленицы, как в детстве? Замешали. И обязательно теперь нестандартный ингредиент это разрыхлитель. Почему мы его добавляем в это тесто? Потому что тесто будет тяжеленькое за счет сыра. Надо, чтобы его что-то поднимало. И плюс я делаю не тоненькие блинчики, а такие немножко, знаете, пышненькие, пористые. За счет разрыхлителя будет вот эта вот реакция, и блинчик будет подниматься, несмотря на его плотные ингредиенты. Небольшое количество. Также насыпаем одну треть пакетика. Немножко так вот, хопа. Перемешали. Теперь смотрите на консистенцию теста. Вот она. Не слишком густая. То есть мы делаем пожиже. Примерно такая текстура должна быть. Потому что за счет такой текстуры вы как раз быстро разливаете по сковородке, и у вас оно не плотное, а блинчик становится тоненький, понимаете? В тесто добавьте немного подсолнечного масла. Просто чтобы блинчики сразу были немножко жирненькие, не прилипали к сковородке и правильнее готовились. Перемешиваем. А теперь добавляем вкуса. Укропчик. Ах, ой, хорош. Ой, молодец. Прямо в тесто режем укроп. Он во время приготовления начнет отдавать свой вкус, и тесто будет укропное. И не перебарщивать. Укропчика нужно чуть-чуть. Вот такие красивые зеленые вкрапления. Может, знаете, для кого-то удивительный. В тесто добавляют укроп. Саня, что ты творишь? А вы сделайте потом. Попробуйте, мне скажете спасибо. Перемешиваем. И финальный, самый важный ингредиент, основа наших блинчиков сегодня – это сыр. Это молодой сыр гауда. Его нужно натереть на мелкой терке, и прямо вот этот сыр мы добавим в тесто. Потом он будет подпекаться, плавиться, готовиться, и будут блинчики наши очень вкусные. Запоминайте технологию, это несложно. Сыр отправляем прямо в тесто, вот так вот. Да, готов поспорить, такие блинчики мало кто из вас еще готовил. Это вам не классика. Теперь равномерно перемешивайте. Вы уже понимаете, да, что будет происходить? Сыр будет прямо плавиться на сковородке и готовиться вместе с тестом. Перемешали. И можно вступать в бой. Жарим блины. В бой со сковородкой. Сковородочку нужно хорошо смазать маслом. Подойдет кулинарная кисть или обычная бумажная салфетка. Перед каждым заливанием теста обязательно еще раз перемешайте. Сыр тяжеленький, он оседает, просто чтобы он равномерно распределился по всему тесту. И погнали. О, вот она красота. Смотрите как, прям видите укроп и сырочек. И блинчик начинает готовиться. Вообще классно как, а. Ах, запах пошел уже. Здесь надо стараться супер тонкий блин сделать. Пускай он будет такой нормальный. Так будет лучше. С одной стороны его подпекаем хорошо. Видите цвет получается? Сахар карамелизируется, поджаривается. За счет этого у блина вкус появляется. А потом переворачиваете на другую сторону и уже подпекаете совсем чуть-чуть. Это еще один секрет. Так блин остается сочным, мягким и не пересушится. Ох, какой аромат обалденный. Обычно у блина есть нарядная сторона первая. И вторая ненарядная. А здесь не поймешь какая лучше. Здесь сырок виден, укропчик, подпеченный. А здесь просто как будто классический. То уж выбирайте сами, какой стороной выкладывать или подавать. Видите, тянется из-за сыра даже, да? Круто. Вау. Блинчик выложили. Следующий залили. Пока он жарится, вот этот блинчик смазываем маслицем. Чуть-чуть так вот, хоп, сюда. Масло возьмите мягкое. Сырный блин, да еще с маслом. Просто фантастика. Айда, масленичка. Для ускорения процесса возьмите вторую сковородочку. Блины жарятся, дело спорится. Да и масленица приближается. Все, на финишной прямой. Еее, опа. Еее, какой блинчик, а? Какой прекрасный блинчик. Раз, два, три. Я шесть омлетов одновременно делал, когда стоял на горячке. Раз. Два. Всегда так происходит, когда последнее тесто на блинчик используешь. Такой недоблинчик. Фух. Ну что, дамы и господа, можно? Эти блины уже вот так есть. Но я вам сейчас покажу, как еще круче сделать. Мы берем блинчик, подворачиваем краешки вот так вот. И делаем такую пышную сворачивалку. Видите, как блинчик сразу классно смотрится сбоку? Раз. Следующий. Подвернули. Подвернули. И вот так трубочкой сворачиваем. Раз они сырные, их классно просто брать и есть прям, знаете, вот кусать. Все, к ним ничего больше не надо. Они сырные, еще маслом пропитанные. То, что надо. А сметану покойте? Не-не-не-не-не-не. Вообще не обязательно. Поверьте мне, они и так обалденные. Не надо их макать никуда. Они маслом пропитанные. Понимаете, и сыр там, и укроп. Все, они уже как надо. Два. Три. Потом раз. Два. Три. Четыре. Пять. Немножко сыра сверху еще натрем. А теперь настоящее масленичное зрелище. Проводим зимушку с огоньком. Прикиньте, стоите на площади на масленице и блинчики так поджигаете. Сырные блинчики, подходи, угощайся, налетай. Уу. Готово. Не, ну дома, конечно, так скорее всего не получится сделать. Но есть, знаете, такая газовая горелочка. Тоже можно чуть подплавить. Можно положить на тарелку, например, или на какую-нибудь форму. Натереть сыр и быстро, например, сунуть в духовку под гриль. Буквально на минутку тоже подпечется. Можно вообще просто брать блинчики из топки, сворачивать, как хочешь и есть. Так, берем блинчик. Ничего не надо. Он такой нежный, потому что я его не пережарил. И сыр ощущается. Прям очень хорошо ощущается. Для самых вкусных блинов на масленицу нужны молоко, яйца, мука, сахар, разрыхлитель, подсолнечное масло, сыр гауда, укроп, сливочное масло. Вкуснейший сырный блин с укропом 32 рубля.